Прошедший век был для казахского народа веком политических репрессий. Официальная история до сих пор не может назвать точной цифрой демографических потерь от двух подряд случившихся периодов голода. В Актау сегодня почтили память жертв политических репрессий. Глава региона и представители этнокультурных объединений, жители и молодежь Аксакалы возложили цветы памятнику первопредседателя Центрального исполнительного комитета Казахской АССР Жалауманбаеву. Страшная эпоха для всей казахской степи. Миллионы репрессированных, миллионы погибших. Страшные цифры. В те годы политические репрессии уничтожили казахскую интеллигенцию. Среди жертв Алихан Букиханов, Ахмед Байтурсынов, Махжан Жумабаев, Генебет Майлин, наши Аллашардинцы, трагические страницы нашей истории, сохранить и помнить нашу общую священную обязанность. Сегодня мы чтим память наших предков. Их великие дела всегда в наших сердцах. В то время Жалауманбаев – одна из самых ярких фигур в борьбе за свободу страны. Имя крупного политического деятеля, выступившего против сталинских репрессий в защиту простого народа, долгие годы было под запретом. Против Жалауманбаев было возбуждено уголовное дело, начались гонения. Спустя десятилетия в его честь прогремели оружейные залпы. В Мангстау 952 человека стали жертвами политических репрессий. Среди них выдающийся политический деятель. Сегодня мероприятия начали с минуты молчания в память жертвам. Среди собравшихся родственники и потомки этих людей. По данным Национальной энциклопедии Казахстана, в те годы казахский народ потерял 48% своей численности. В энциклопедии написано, что сельское население Казахстана с 1 июня 30-го по 1 июня 1933 года сократилось на 3 миллиона 379,5 тысяч человек. Если вычесть из этой потери более миллиона беженцев, мы увидим, что в 1930-33 году жертвами голода стали более 2 миллионов 200 тысяч человек. Руслан Агаев, Салтана Тайджанова, Сабита Мангельдаулы, Каспий Акпарат.